Приветствую вас. Во-первых, стоит сразу признаться себе в том, что мужчина, скорее всего, просто действительно хотел с вами переспать. Потому что именно после того, как вы переспали, его отношение к вам начало меняться. И его слова, которые он говорил, что хочет только с вами переспать, ну, его слова на самом деле ничего не значат, потому что его слова ни в коем случае не подкреплены действиями. Да? Вот. То есть то, что он говорит и то, что он делает, вещи абсолютно разные. Ну, нужно это признать и, что, наверное, самое главное, это разобраться в том, чего вы, что для вас это означает. Понимаете? То есть, что для вас фактически, фактически означает, что мужчина просто вами воспользовался. Например. Да, это безусловно неприятно. Но и вы, в свою очередь, также познакомились с мужчиной на сайте знакомств. Когда люди там воспринимают друг друга исключительно как товар. И вы, взаимодействуя с людьми подобного рода на сайтах подобного рода, предполагаете, что вы тоже повар. Поэтому вами, собственно говоря, и воспользовались. И теперь вопрос основной, который нужно задать вам себе заключается в том, почему вы познакомились на сайте знакомств. Почему вы не знакомитесь в реальном мире? По реальным целям, по реальным задачам, по реальному взаимодействию. Почему вы не знакомитесь? Так. Я ни в коем случае вас ни к чему не... ну, ни к чему не принуждаю, ни к чему вам как бы не реклиминирую. Ну, просто говорю, просто говорю о том, именно, что вы себя восприняли вот как товар, да? И, соответственно, ну, три недели это срок, с учетом того, что вы познакомились в интернете, и три недели срок, он, ну, достаточно маленький. Вот. Понимаете? То есть, вот, три недели это маленький срок, значит, который можно было бы определить, прежде чем займется секс. Да, то есть, вам надо было бы, было бы узнать друг друга по... получше. Вот. Такая вот история. Ну, опять же, да, опять же, опять же, это то, что я как бы думаю, да, это то, что мне кажется, это то, что я вижу. Вот. Вы можете сами, допустим, допустим, вы можете сами считать, да, вы можете сами считать по-другому. Это, в принципе, ваше право. Вот. Ну, а теперь мужчина, да, теперь мужчине вы не интересны, потому что вы заняли сексом, как вы говорите. А, ему, ему понравилось не очень. Вот. И он больше не хочет с вами встречаться. А личности вас он увидеть не успел. Да, вот. Именно личность вас он увидеть, к сожалению, не успел. И поэтому ситуация складывается вот таким образом. Не очень хорошим, конечно, конечно же, для вас не очень хорошим. Вот. Такая вот история. Поэтому, поэтому, на мой взгляд, имеет смысл вам подумать над тем, чтобы более тщательно выбирать себе партнеров и чтобы не совершать вот таких безответственных, да, действий, вот, безответственных действий. Которые приводят к негативу для вас. Ну, на мой взгляд, по крайней мере, негативу для вас. Я так думаю, да. Такая вот история. На этом всё. Мне очень, мне очень жаль, что вы оказались в этой ситуации. Мне очень жаль, что, ну, что вам приходится через это пережить. Вот. Но, тем не менее, тем не менее. То, что сейчас происходит, это тот опыт, который вам, вероятно, нужно брать, чтобы научиться. Вот. Чтобы научиться по-другому воспринимать, да, и себя, соответственно, и, соответственно, мужчин. Вот. Чтобы, вероятно, не быть такой наивной. Вот. И чтобы не быть, ну, именно вот такой, чтобы не быть именно такой наивной. И чтобы лучше разбираться в людях, и чтобы лучше выстраивать отношения. Вот. Вот. Ну, более полно, да, более корректно их выстраивать и с ними взаимодействовать. Вот. Мне кажется, мне кажется, мне кажется, в такой момент, в такой момент можно вам, ну, преследовать. Вот. Вот. Такая вот история. И я надеюсь, что для вас это было полезно. Вот. Я надеюсь, что вам это было интересно. Я надеюсь, что вы для себя сделали или сделали те определенные выводы. Вот. Я вам желаю всего самого доброго. Я вам желаю удачи. Вот. Если, если понравился мой ответ, я буду благодарен вам за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится.